очередной семинар философского штурма я хотел бы посвятить старой теме и сознание в этом отношении немного продвинулся и хотел с вами поделиться некоторыми выводами которые мне кажется будут для вас возможно несколько шокирующих если давайте вспомним как бы наши темы свое время это я скажу о том что такое сознание говорил что что существует из того как что такое рефлексе до своем понятии можно что существует два субъекта субъект актов и субъект проживания что такое субъект актов давайте начнем с самого начала субъект актов это некий субъект который постоянно порождает что-то это некие действие до некий устрем ленинка этого порождения видимого мира наш мир как органы чувств нашим порожден но естественно как подражает реальными но как-то по-своему вот это есть не книги сит из того что приходит извини и того что порождает нашего органа чувства приходить изнутри то есть убить ок то создает эти акты и по идее как в классическом понимании рефлексии этот субъект акта должен был направить свой акт на самого себя и себя схватить. И вот это самосхватывание называется рефлексией. В результате этого самосхватывания образуется самосознание и дальше классическая философия, благополучно преодолев эту трудность, которую она не заметила, движется дальше к своей вершине. Но если вдуматься, то на самом деле рефлексии выдвинутся совсем иначе. Я когда-то это объяснял, почему. Сейчас я как-то не буду остановиться на всех деталях. Я просто поясню, что такое на самом деле. На самом деле рефлексия, это когда субъект акта, он на самом деле направляет свои усилия на что-то и схватывает это что-то и для него схватывание этого что-то является неким самосознанием. с неким в себя схватом. На самом деле субъект актов не может себя схватить просто потому, что он не может знать, куда направить свою усилию. Представим себе, что как любит классическая философия, начиная с его рассуждения. Представим себе, что сознание только что родилось, да, оно там было разо, там открыло глаза, как бы, вот оно должно познавать. Да, и среди вот то внешний предмет, они яданы, как бы, вот сознание это видит, созерцает многообразие мира, там, да, и как бы, и откуда у него возьмется знание, что вот надо обратить внимание на самому себя, откуда берется такой предмет, откуда оно это знает. Допустим даже, что такой предмет есть, да, откуда оно знает, куда направить усилия. Видите, вот эта вот данность, которая нас окружает, она дана нас, как-то, как-то, независимо от нас. Она, как бы, вот нам преддана, то, что называется. Вот она потом называется данностью, что вот она уже дана. Вот я глаза открыл, уже все дано. А мы, сами себе, тоже сразу даны. Но, как бы, если бы мы рассуждали, как бы, от начала, да, когда сознание открыло глаза, мы себе не даны еще, а мы должны были бы, как бы, как об этом рассказывает классическая философия, к себе прийти путем какого-то изучения мира, да, постепенно через восприятие, через рассудок, мы только до себя, до своего самосознания должны еще только дойти. Это какое-то некое движение, да, это некое опосредование, которое возникает только в конце, а не сразу. А на самом деле, на самом деле, мы сразу себе даны. Мы себе сразу даны, и вот эта вот данность нас с самого начала накладывает некое подозрение на то, что то, что мы схватываем, не есть схватывание субъекта актов. И я в прошлый раз пояснял, что это такое, и как бы возникал некий новый субъект, субъект переживания. Да, вот у нас есть, на самом деле, два вида познавательной активности. Первая активность – это порождение актов, вторая активность – это порождение переживаний. Вот в чем разница между актами и переживанием? Акты направлены на объекты, и за этими актами есть некие интенсии, это некие стрелки, у которых есть то, откуда движение идет, то есть субъект, и то, куда движение направлено, то есть объект. Переживание не имеет никакого объекта. Переживание – это просто некая целостная ситуация, в котором нет объекта. А мысли относятся к актам или к переживаниям? Насчет мысли потом поговорим. Это хороший вопрос, кстати, да? Просто не все так просто. Что такое мысли, не все так просто. У меня есть предизвление, что мысли – это переживание на самом деле. Ну, как бы не все так просто, просто там не очень понятно. Про мысли даже я не… Я сейчас на самом деле, если честно, стою на том, я понял, мне как не кажется, что такое воля, но не понял, что такое мышление пока. В этом смысле есть. Ну, как бы оставить, потому что я просто не готов отвечать сейчас с вами. Так вот, рефлексия выглядит следующим образом. Субъект актов, который постоянно генерирует акты, схватывает субъекты переживания. Субъекты переживания – это и есть я, это и есть наше я, которое мы ощущаем, это и есть то, что мы ощущаем как самость, то, что мы называем самосознанием, то, что мы называем нашим я. Мы вот себя ассоциируем с этим субъектом переживания, потому что на самом деле нашим является только переживание. Все остальное является не нашим. Все остальное порождено субъектом актов. Конечно, субъект актов тоже мы, но мы раздвоены, у нас две таких части. И для того, чтобы понять, как собственно механизм этот работает, нужно обратить внимание на следующее. Мы всегда относимся к себе как бы со стороны. Я уже говорил про то, что в литературе постоянно встречается, допустим, мулерно тогда, что в нем живет два человека, один человек действует, а другой как бы типа оценивает. Если посмотреть, как в принципе мы контролируем самих себя, то контроль всегда происходит так, как будто бы мы самим собой контролируем как бы извне. И мы когда говорим о себе, как будто бы о непом третьем лице, как бы о себе, как о другом. То есть мы знаем себя как другого. Я просто сейчас бы не хотел вдаваться в эти тонкости, потому что очень много всякого рода ощущений, переживаний, всякого рода интересных языковых форм, надо просто проанализировать, чтобы понять, что мы вот так вот действительно раздвоены. Мы всегда раздвоены. Так вот теперь я эту раздвоенность, как мне кажется, понял. Она состоит в том, что мы так раздвоены на субъектах актов и на субъекты режимов. Что такое субъект актов? Вот представьте себе некий генератор, вот у нас есть такой вот в математике, такой замечательный пример, генератор случайных чисел, да? Просто генерируют, генерируют что-то и все. Вот субъект актов это вот генератор неких актов. Он постоянно генерирует такты, он постоянно заряжен на этот инкурс. То есть весь мир, который мы видим, да, вот как данность мира, да, порождается вот этим постоянной генерацией этих актов, да, это порождается. Эти акты, естественно, зависят как-то от внешней среды. Внешняя среда нами управляет, то есть управляет субъектом актов. Субъект актов отвечает на эту внешнюю среду. Зависимо от ситуации, в которой находится человек, у него порождается многообразие каких-то актов. У него могут порождаться, допустим, неадекватные акты. Мы говорим, что этот человек неадекватный, да, ну, там, например, в той ситуации, когда у него такие акты не должны порождаться, они порождаются. И это говорит, мы обсуждаем это как его неадекватность. На самом деле, как бы, порождение актов так же происходит и в сфере мысли, да. То есть у нас, допустим, могут порождаться развратные мысли, там, безумные мысли, там, какие-нибудь сумасшедшие мысли, вот все что угодно. Вот есть человек, представляется бы, вот такой генератор каких-то актов, он постоянно, генератор каких-то импульсов, генератор интенсии, можно было бы сказать, да, которые вот постоянно образуют, во-первых, все многообразие мира, которое перед ним находится, а также многообразие внутренних, да, многообразие внутренних каких-то там желаний, этих, там, страхов и так далее. Да, многообразие внутренних порождает. Что такое субъект переживания? Субъект переживания – это тот способ, каким мы сами собой управляем. Представьте себе, вот генератор порождает, многообразие, допустим, одновременно рождается сразу многообразие желаний, допустим, сразу родилось переживание. Ну, например, со стороны тела возникло желание, там, попить воды, со стороны, там, еще у пузыря сходить, там, в туалет, со стороны, как бы, там, интересной компьютерной игры поиграть в игру, там, кто-то еще и звонит и так далее. Многообразие возникает от их побуждения, из-за того, внешняя среда нас на что-то, внешняя и внутренняя среда, да, нас на что-то пытается направить. Что такое, на самом деле, управление субъектом переживания? Субъект переживания имеет возможность акцентироваться на одном из этих актов. Мы управляем тем способом, что мы берем какой-то акт и на нем акцентируем свое переживание. То есть, мы с помощью переживания некого чувства, да, нашего внутреннего, да, на что-то акцентируется одно, и все остальное подавляем, все остальные переживания. И таким способом мы собой управляем. То есть, если, в чем состоит наша воля? Наша воля состоит в том, что мы можем выбирать между субъектами актов. Не между субъектами актов, а между этими актами. То есть, условно говоря, постоянно порождаются акты, и мы можем эти акты выбирать. Допустим, я вижу красивую женщину, да, там у меня возникают какие-то мысли, там, может быть, и разрадные. Я вижу, там, допустим, человека, у меня возникает какая-то ненависть, да. Я могу эту ненависть подавить, а могу ее проявить. То есть, управление, на самом деле, очень странно происходит. Мы собой как бы постфактум управляем. То есть, сначала возникает все побуждения, да, все многообразие, там, этих внутренних, внутреннего устремления. А потом мы, как бы, принимаем или не принимаем, это, участвовать или не участвовать в этом побуждении. То есть, мы можем его подавить, а можем, как бы, так сказать, наоборот усилить. Усилить наши переживания, то есть, допустим, некой злобой, там, какой-то, там, ояростью, там, неким внутренним каким-то, внутренним подбрасыванием. Что интересно, на самом деле, для того, чтобы понять это глубже, надо вот посмотреть, как действует животное. Ну, допустим, вот я постоянно за котом наблюдаю, как действует лоб. У кота, на самом деле, точно так же. Его внутренние, он разбит на две части. У него есть, как бы, органы ощущений и есть внутренние переживания. У них эти переживания очень, очень они у него просты, да. В основном, это переживания, конечно, связанные, там, с голодом, там, холодом, там, а это жаждой, и переживания связанные со страхом. Ну, иногда это переживания связанные с судьбоводством. Как он действует? Вот, допустим, кот пьет воду, да, я вас произвожу резкий звук, кот подбрасывает, это подскакивает вверх. То есть, на самом деле, возникает реакция ориентации, то, что называется, да. Как бы, один импульс, да, блокируется для того, чтобы произвести какое-то другое действие. Но, здесь в чем состоит, по сравнению с человеком, в чем состоит отличие? У кота отличие состоит в том, что у него нет возможности задержать импульс. Вот он, если, как бы, я ударил, он сразу реагирует. Человек может, как бы, импульс задержать. Допустим, у человека возник импульс нервности, да, там, или импульс агрессии. Человек может сдержаться, он может удержать это. А кот не может это удержать, он непосредственно. То есть, у него вот эти, все то же самое, как устроено, как и у нас, только у него нет вот этой опосредственности. Вот эта вот возможность развлечения субъекта актов и субъекта переживаний есть, собственно, то, что я теперь называю сознанием. Сознание, это, на самом деле, возможность задержать наши переживания. Вот эта вот разорванность, да, вот эта вот между субъектом актов и субъектом переживаний, вот эта разорванность и есть сознание. У котов этого разорванности нет, у него все переживания, они непосредственно, они непосредственно участвуют в акте. То есть, они, если у него возникает агрессия, то она непосредственно приводит к действию. Если у него возникает страх, то он непосредственно приводит к действию. То ли он бежит, то ли он там шипит, то ли он что-то делает. То есть у него непосредственная реакция возникает. Как только переживание пошло, он сразу же начинает действовать. То есть у меня был кот, который если возникала реакция, допустим, вот я с ним играл, если игра перерастала, как он играет, он сразу впадал в агрессию. Он не мог понять, на самом деле, да, потому что у него нет сознания, он не мог остановить себе свою реакцию. Он просто полностью обладевался этой реакцией. Я ставил такой эксперимент. Я сажал кота около окна на балконе, и птицы садились на перилы, да. И если кот видел птицу, у него какие-то судороги начинались, да, как-то странно себя начинал вести, можно было с котом делать что угодно. Я кота ножом тыкал, я его крутил, вертел, подымал, шею откучил. Ничего, ничего. То есть он полностью в этой птице был. Он полностью ушел. Все, кота нет уже. Птица улетает, он опять становится обычным котом. То есть у него вот это есть отсутствие отстраненности. Продолжение следует...